Плотный смог, небольшие очаги пламени, техника и люди. На территории Меликесского лесничества в районе поселка Торвболото специалисты самых разных служб и ведомств уже вторые сутки борются с горением торфяников. Информация о ЧП в 44-м квартале Меликесского лесничества поступила в понедельник утром. На место сразу же съехались все специализированные службы от Меликесского лесничества и пожарной части до городских коммунальщиков. На борьбу со сложным природным явлением. По словам специалистов, ушло уже сотни тонн воды. Подвоз продолжают осуществляться непрерывно. В первый же день открытое горение удалось локализовать. Сейчас все силы брошены на борьбу с тлением торфяников. Скажу, сколько литров воды потрачено только вчера. Это более 270 тонн воды, потому что торф по-другому никак с ним не борется. Только вот проливать на глубину, потому что доходит до трех метров горит торф. Ситуация на сегодняшний день держана под контролем. Чтобы предотвратить распространение огня дальше, сделали специальный очень глубокий ров по периметру территории. Глубина такой опашки почти три метра. Пока помощь извне не нужна, сводная команда справляется своими силами. Несмотря на то, что опыта борьбы с горящими торфяниками не так уж и много. По словам специалистов, тление торфяника может длиться еще не один день. Прогнозов о полной ликвидации ЧП никто не дает. Но, как отмечаются, угрозы распространения дыма в населенные пункты пока нет. По словам специалистов, причиной возгорания мог стать пресловутый человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем. В 2023 году на территории Меликевского лесничества это уже десятый пожар, но первый такой серьезный.